Вот уже более 17 лет в регионе ведет свою работу областное общественное объединение социальное проекта. Среди инициатив школы сиделок, курсы для пожилых людей, образовательные программы в исправительных учреждениях, создание сети некоммерческих организаций и социализация Рома. Список можно продолжать. Итак, о социальных проектах от социальных проектов поговорим сегодня в ближайшие 40 минут. Мы начинаем. Я с удовольствием представлю гостей программы директор Гомельского областного общественного объединения социальные проекты Нина Кекух. Нина Ивановна, здравствуйте, рад видеть. Здравствуйте. И координатор проектов организации Наталья Горунова. Наталья Евгеньевна, добрый день. Очень приятно. Здравствуйте. 2001 год. В Гомельской области начинают свою работу общественное объединение социальные проекты. Какими были первые шаги организации? Если вспомнить 2001 год, это был переломный момент в истории нашей страны. Постперестроечное время на фоне чернобыльских событий, конечно, было очень много проблем. И одна из них – это рождаемость детей, здоровье детей, развитие. И нам удалось с помощью, при поддержке детского фонда ООН ЮНИСЕФ, реализовать долгосрочный проект «Школа счастливой семьи» с участием Управления образования. Следующая тема, тоже не менее важная, – это проблемы Чернобыля. И по чернобыльским проектам мы работали на загрязненных территориях Гомельской области вплоть до 2010 года. Это уже история. Вот интересно, тогда в те годы могли себе представить, что деятельность организации будет сегодня настолько многогранна? Ну, во всяком случае, мы не планировали останавливаться на тех проблемах, о которых я рассказала выше. И с накоплением опыта мы расширили свои, ну говоря нашим языком, целевые аудитории. Наталья Евгеньевна, вы пришли в организацию в качестве волонтера, так было в начале. Вы помните первые проекты, первые акции, наверняка волновались? Это ведь первый опыт, всегда страшно. Ну, думаю, что да, волновалась, потому что любую работу нужно делать ответственно, подходить к ней, да. Первый самый опыт сейчас, наверное, уже и не вспомнишь, но я могу рассказать о более ярком опыте, где я действительно была волонтером. И это как раз же участие в проекте «Школа счастливой семьи», да, при поддержке ЮНИСЕФ. И там я была лидером учебных кружков. Перед этим я прошла обучение этой методике. Потом вот уже надо было самостоятельно набрать группу, придумать темы. И вот эта задача – выйти перед аудиторией, что-то сказать. И вот это, да, правильно сказать, чтобы тебя услышали, поняли, чтобы… Чтобы это интересно было. Ну, вы поддерживали, Нина Ивановна? Ну, конечно, поддерживали. Но в первую очередь, во-первых, это были семинары. Во-вторых, мы обсуждали темы, скажем так. То есть мы приглашали и других экспертов, которые помогали бы нам правильно развить тему. Вот. Ну и надо сказать, что Наталья у нас была одним из лучших лидеров учебных кружков. Не мудрено. Сегодня вы координатор проекта общественного объединения. Как по-вашему, в чем секрет успешно реализованной инициативы? Прежде всего, наверное, надо сказать, что инициатива должна быть актуальной. Она должна быть востребованной и не просто новой. Она должна быть действительно инновационной. Это прежде всего. Конечно же, слаженная работа коллектива, реализующего этот проект. Это постоянная координация с грантодателями. Это поддержка партнеров. И связь с целевой группой здесь тоже немаловажна. Если чем лучше контакты... Тем вы больше чувствуете, что же необходима целевая аудитория. Еще одна веха в истории социальных проектов создания региональной партнерской сети некоммерческих организаций. Какие цели ставили перед этим новым в свое время формированием? Ну, мы создали эту сеть, в которую вот на сегодняшний день входит уже 19 некоммерческих организаций города Гомеля и Гомельской области. Для того, чтобы свою работу по устойчивому развитию региона сделать наиболее эффективной. Ну и, как известно, объединенные силы всегда продуктивнее действий в одиночку. Это вот основная цель. И, конечно, еще одна задача перед нами стоит. Это усилить потенциал каждой организации, входящей в эту сеть. Мы сильнее, если вместе, не нами сказано. Тем временем к разговору в студии готовы подключиться гости программы. Председателя областного общественного объединения Гомельская ассоциация детей и молодежи Аздема Владимир Ковзелев. Владимир Михайлович, рад видеть. Подключайтесь к разговору. Здравствуйте. Здравствуйте. И председатель Гомельской городской организации общественного объединения Белорусская ассоциация помощи детям инвалидам и молодым инвалидам Наталья Семеняка. Наталья Григорьевна, добро пожаловать. Здравствуйте. Социальная тематика, тема сегодняшней программы, скажу прямо, уже часть вашей жизни. И, наверное, буду прав. А вот интересно, как давно вы знакомы с деятельностью общественного объединения социального проекта? Владимир Михайлович. Ну, я знаком уже, наверное, лет 20. Около 20 лет знаком с ними. Короче, сколько я работаю, я столько их и знаю. Очень давно. Как менялась организация за это время? Да, видно было, что как организация прошла у нее период становления, развития. Сейчас они уже находятся, мне кажется, в периоде таком расцвета своей деятельности. Совершенно верно. Уже зрелый возраст. Вот это приятно слышать, когда руководитель одной организации говорит такие слова, а другой. То есть вот конкуренции нет? Или если есть, то она только здоровая в хорошем смысле конкуренция? Ну, мы конкуренции такой нету действительно, но есть такая здоровая, рабочая бывает конкуренция. Именно когда мы часто обсуждаем вместе все вопросы, мы советуемся друг с другом, просим помощи друг у друга, потому что у нас хорошее, теплое отношение в сети среди наших организаций. Ну-ка, коль я в сети являюсь, как они меня называют, основным экологом, мы подготовили диплом за активное участие в экологических мероприятиях, проектах. Нас всегда они поддерживали, мы вместе проводили несколько проектов экологических акций по уборкам, по исследованиям. И поэтому мы хотим поблагодарить за активную работу и надеемся, что они и дальше будут поддерживать. А при помощи социальных проектов мы будем поддерживать наше экологическое мероприятие. Поэтому я... Спасибо большое. Наташа, не надержите. Это пополнит нашу галерею дипломов. Я чуть позже присоединилась к оксакалам общественной работы, не побоюсь этого слова, лет 12-13 назад. И начали мы сотрудничество с волонтерским проектов. Был замечательный проект. К нам приезжали волонтеры из Германии и помогали работать в майском цветке с детками с особенностями развития. И на тот момент, когда у нас шел период становления в отделении майский цветок, это было очень-очень значимой поддержкой. Наталья Григорьевна, это правда, что в свое время именно Нина Ивановна подтолкнула вас к созданию собственной общественной организации? Абсолютная. Абсолютная правда. Это так. Потому что, когда ты знакомишься с такими специалистами своего дела, как Нина Ивановна, то нельзя не заразиться идеей помощи другим людям. И, конечно, это тоже становится частью твоей жизни. Я знаю, Нагомельч, не продолжают свою работу реализация проекта по трудовой адаптации молодых инвалидов. Этот проект тоже когда-то начинался при партнерстве, при содействии социальных проектов. Давайте вспоминать. У нас был замечательный проект, когда мы вместе постарались сделать мастерскую по керамике для наших молодых людей. Это был очень хороший опыт, и мы его сейчас благополучно продолжаем. С одной стороны, это творческая мастерская, с другой стороны, это возможность для инвалидов, для людей с ограниченными возможностями и заработка, и реализация. Ну, пока нет, честно говоря. Потому что, когда работаешь с молодежью с инвалидностью, вот этот процесс растягивается на годы. Поэтому вот пилотный проект показал, что действительно можно научиться что-то делать своими руками. Но, конечно, мы искали те направления, которые, с одной стороны, и являются терапевтическими, потому что мы не будем забывать, что это люди особенные. С другой стороны, мы думали на перспективу и, конечно, планировали трудовую занятость. И на сегодняшний день как раз у нас идет проект, где мы уже поднялись на другую ступеньку. И думаю, что в ближайшие годы мы сможем говорить о труде и заработках. Да, мы пока получаем ежегодно подарки к Новому году, сделанные своими руками. Да, и сегодняшний день не исключение. Так, так, так. С тем, чтобы... Эфир сюрпризов приятных. Да, безусловно. Посмотреть, как мы продвинулись. Я, к сожалению, не взяла первые наши фигурки, но сегодня я хочу подарить социальным проектам такого замечательного ангела, который сделали наши ребята. И видно уже, насколько мы продвинулись, насколько мы уже делаем такие готовые, законченные сувениры. И я думаю, что это будет таким символом удачи и процветания социальных проектов. Будет нашим ангелом-хранителем. Да, давайте. Ой! Спасибо большое. Спасибо. Владимир Михайлович, Наталья Григорьевна, ваше общественное объединение, как мы уже говорили, члены региональной партнерской сети. А вот чем, на ваш взгляд, полезна эта самая работа толокой? Наталья Григорьевна. Вы знаете, такая работа, безусловно, обогащает и на внутреннем, и на внешнем уровне, потому что, с одной стороны, у нас есть возможность поделиться тем опытом, который уже есть у наших коллег, и взять его на вооружение. С другой стороны, это и огромный личностный опыт, который мы берем у друг друга. И это очень помогает и в работе, и, в общем-то, в личностном развитии. Кстати говоря, сейчас вовсю обсуждается модель работы государственного социального заказа. Владимир Михайлович, как считаете, вот как раз-таки объединившись, проще будет претендовать, в том числе, на те самые гранты от государства? Да, конечно, что социальный заказ, он предусматривает выполнение каких-то услуг, которые государство должно у нас покупать. Но, допустим, если мы планируем какие-то вести работы, и у нас нету достаточно специалистов именно по оказанию этих услуг, то можно прибегнуть и к партнерству с других организаций, пригласить специалистов и вместе решать этот вопрос. Государственный социальный заказ можно выполнять вместе с несколькими организациями. Я думаю, что до этого будет легче и больше возможностей у нас. К слову, не так давно региональная партнерская сеть провела конкурс «Мини-инициатив». Ход реализации проекта прямо сейчас в материале моих коллег. В ходе подготовки конкурса местных инициатив рабочие группы партнерской сети встретились с представителями администрации Гомельского и Рогачевского районов. Сообща определили приоритеты развития и наметили четкий план работы. Победителями конкурса стали четыре инициативы. Проект «Новые возможности» представила первичная организация Гомеля общественного объединения «Белорусская ассоциация молодых христианских женщин». Инициатива предлагает с использованием творческих средств, реабилитации, развивать и совершенствовать сферу социального обслуживания населения. Второй проект победивший в конкурсе «Центр безопасности жизнедеятельности человека». Его инициатором стала Рогачевская районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» при поддержке отдела образования, спорта и туризма райсполкома. Это очень актуально, потому что мы сегодня живем и не знаем многих моментов, которых надо было бы нам принять и как-то мгновенно среагировать, а мы теряемся и забываем, что надо сделать, хотя бы когда касается жизни человека, когда касается наших близких. И в этой программе будет разработано «Помоги себе сам и научи другого». Центр безопасности жизнедеятельности на базе районного центра технического творчества учащийся открылся осенью прошлого года. Теперь благодаря проекту местной инициативы неформальное образование в центре доступно не только подросткам, но и для взрослого населения района. Когда летом прошлого года у нас была возможность поучаствовать в семинаре, организованном региональным центром НКО «Гомельщины», и мы подумали, почему бы не расширить функционирование этого центра не только для детей, но и для взрослых. Потому что тема безопасности хорошо, когда говорит об этом школа, хорошо, когда это знает ребенок, но когда знает папа, мама, дедушка или бабушка, эффект, наверное, удваивается и утраивается. А мы должны сделать все для того, чтобы наше молодое поколение росло грамотным и в любой экстренной ситуации смогло выйти живым и здоровым. Проект общественного объединения «Оракул. Формула трансграничного туризма. Укрепляем кооперацию и интеграцию» стал третьим победителем конкурса местных инициатив. Он будет реализован на приграничных территориях Гомельского района, Гомельской области и Репкинского района, Черниговской области. Четвертый проект «Лидер. Дай жизни роднику». Он представлен общественным объединением Аздема. В рамках проекта регионального развития прошло и первое мероприятие, объединившее более 60 школьников Гомельского и Рогачевского районов. Конкурс детского рисунка «Мой край» через пять лет, в том числе творческая форма выражения позиций школьников, что в их понимании значит устойчивое развитие родного региона. В конкурсе при уроченном году «Малой Родины» определены 18 победителей. Определенно мой край для каждого человека – это понятие растяжимое. Для кого-то это родная деревня, для кого-то город. Но с каждым годом технологии развиваются, поэтому становится все больше и больше атомных электростанций и так далее. От нашего объединения клуба «Трика» было выбрано две работы. Верхняя заняла первое место. А вот эта работа, вы можете увидеть ее на главной заставке сегодняшнего мероприятия. Эта тема очень-очень важная, потому что без семьи, без государственной поддержки невозможно развитие вообще никакого края нашего в том числе. Спасибо, это очень-очень важно. Это важно для таких маленьких городов, как наш. Итак, мы продолжаем. Нина Ивановна, на Ваш взгляд, чем интересны проекты, победившие в конкурсе? Ну, такие имени инициативы интересны прежде всего своей актуальностью и востребованностью. А участники проектов имеют возможность вести интересную социально активную жизнь. Это пробуждает инициативу. Они начинают видеть проблемы и начинают искать пути их решения. А это все делает наше общество зрелым. Это и общественность стимулирует к инициативной деятельности? Да, на сегодняшний день есть проблема, допустим, почему мы занимаемся вот именно, ну, в частности, родниками, колодцами, колонками, качеством воды. Потому что люди обеспокоены. Общественность обеспокоена качеством получаемой воды. Если человек пьет воду и не знает его состояние, его качество, это тоже в безопасности. Поэтому вот мы занимаемся, чтобы предупредить человека о той опасности, которая может его подстерегать. И ведем в этом направлении. То есть это инициативы общественности, можно сказать. Что ж, ну а мы двигаемся дальше. Еще одна инициатива, еще один социальный проект от социальных проектов. На этот раз в центре внимания Рома. Все верно? Да, проект называется «Образование Рома. Новый взгляд в будущее». Реализуется он при поддержке немецкого фонда, протестантского агентства по развитию и декании «Хлеб для мира». И я бы хотела воспользоваться случаем и сразу поблагодарить наших партнеров за возможность реализовать такой проект. Тем более, что мы с ними его очень долго обсуждали и наконец-то получили эту поддержку. Основная проблема целевой группы – это в их адаптации. И наша задача в этом проекте, как мы сами ее для себя определили, по возможности выявить эти проблемы и помочь решить эти проблемы сообществу Рома. Задачи мы определили для себя следующим образом. Во-первых, необходимо осознание педагогическим сообществам необходимости социализации Рома. Потому что, как сами Рома заявляют о том, что они хотят быть трудоустроенными, они хотят, чтобы их дети получали образование. И просят педагогов тоже в этом в большей степени помочь. С другой стороны, сегодня в области есть все для этого возможности. И, наверное, нужно в том числе и представителям сообщества Рома быть где-то и расторопнее, и активнее. Конечно. Им следует больше общаться с педагогами и самим выходить с какой-то инициативой. То есть это, скажем так, задача, может быть, коммуникация тоже здесь встает на первый план. И потом, конечно, важна задача межкультурного взаимодействия и активного вовлечения Рома в общественную жизнь. О социализации Рома, правовой грамотности, а также безграмотности, да и не только, поговорим прямо сейчас с гостем студии, юристом Андреем Бабичем. Андрей Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Подключайтесь к разговору. Андрей Иванович, давайте вспоминать, как давно вы подключились к социальным проектам. К социальным проектам я подключился более пяти лет назад. Это был первый проект, направленный на социализацию Рома, связанный с правовыми вопросами. Давайте вспоминать, какие задачи тогда стояли перед вами, как перед юристом. Более пяти лет назад среди ромского сообщества были большие проблемы. В частности, отсутствовала паспортизация некоторых граждан. То есть, чтобы было понятно, у многих попросту паспорта не было. Абсолютно верно. У некоторых ромов, несмотря на то, что они достигли уже пенсионного возраста, отсутствовали паспорта. Вы когда общались, а вы, я знаю, достаточно много общались с каждым из тех, у кого есть своего рода проблемы, что говорили представители Рома? Это связано с нежеланием иметь паспорт, либо с какой-то своего рода безграмотностью? Это связано с особенностями менталитета, кроме того, с отсутствием грамотности среди ромского сообщества. Чем специфична работа с Рома и какие еще правовые вопросы удалось вам решить за время работы в проекте? Работа с Рома достаточно специфична, но я не хотел бы разделять Рома от общего, от белорусского общества. У Рома те же проблемы, что и в целом у белорусского общества, те же проблемы в семье, те же гражданско-правовые отношения, трудовые отношения. Поэтому проблемы Рома – это проблемы нашего общества в целом. Какому количеству людей удалось вам, как юристу, помочь? Вот эта правовая помощь какой аудитории была оказана? Мы работаем более пяти лет, поэтому помощь оказана уже более сотни, а может быть даже и тысячи людей. Итак, образование Рома – новый взгляд в будущее. Прямо сейчас еще один материал в тему разговора, сразу после чего вернемся в студию и продолжим. Посмотрите внимательно, кто это такой старик? Маленький, красивый. Кто это, Кристиночка? Это Вин. Это Вин. Для педагогов Приборского детского сада средней школы не в новинку проводить занятия для деток цыганской национальности. В учебном заведении почти 40% учащихся – дети Рома. Но первый в республике проект образования Рома – новый взгляд в будущее – все равно для них уникальный опыт работы, отмечают учителя. Два года назад Гумельское областное общественное объединение «Социальные проекты» со своим пилотным проектом образования Рома – новый взгляд в будущее выбрало Приборскую среднюю школу первой образовательной площадкой на селе. Обучение наладили в три этапа в формате курсов выходного дня. По программам, написанным педагогами специально для проекта, занимались дошкольники, школьники младшего и среднего звена, третьих, седьмых классов и их родители. Вы за давно здесь живете? Давно. Давно. Трое детей у меня. Вот девочка учится в школе, мальчик ходит на дополнительные занятия. За два года работы проекта результат выше всяких ожиданий, отмечают и педагоги, и организаторы, и сами участники. Дети школьного возраста улучшили оценки по предметам, получили так необходимую языковую практику. Я учусь в 6-м Б, в 28-м школе, мне 11 лет. Я увлекаюсь футболом. Моя мечта – стать великим футболистом. Дети-дошкольники уже готовы к тому, чтобы прийти в школы, сесть за парты, знакомы с распорядком в школе. И, конечно, очень важна работа с родителями. Взрослые Рома стали гораздо более тесно общаться с педагогами, не бояться задавать вопросы, касающиеся воспитания детей. Вот такой семейный подход к образовательной программе во многом тоже ключ к успеху восприятия знаний и навыков. Сегодня молодые родители Рома понимают, их детям нужно качественное образование, отмечает партнер проекта, главный куратор учреждения образования Романа Дром Николай Ануфриев. Понимают многие на своем горьком опыте, потому что тяжело найти работу без специальности, тяжело преодолеть языковой барьер, заполнить пробелы в знаниях базовой школьной подготовки. Я хочу сказать, это не просто, это не просто вот так взять их сюда привезти, но они довольны, очень довольны, особенно дети, взрослые, они довольны в том, что по субботам могут дети приходить, их могут учить, дальше двигаться. Хорошо бы проектом, чтобы они могли научиться профессии какой-нибудь, потому что многие Ромы не имеют профессии. И вот хорошо бы, чтобы их научить поликмахерами, например, на электрокарах, чтобы ездили, где-то какую-то профессию они имели. Это было бы прекрасно. В Гомельской средней школе номер 7 для родителей Рома организовали курсы компьютерной грамотности. Мамы и папы, не владеющие компьютером, получают необходимую информацию для того, чтобы уметь зарегистрироваться в поликлинике, взять талон к врачу, оплатить счета с помощью интернет-банкинга. У нас около 20 детей Рома, но так как мы второй год работаем в проекте, могу сказать, что с каждым годом увеличивается количество. В основном в данный момент наши учащиеся Рома получают базовое образование. Это 9 классов. Конечно, мотивация очень низкая к учебе, потому что для них это уже возраст тот, когда они уже создают семью, когда у них другие важные жизненные приоритеты, но не получение образования. Поэтому, вступая в этот проект, мы надеемся на то, что, скажем так, повышая мотивацию в среднем звене, изменится отношение и к образованию в целом. На сегодня все дети-участники проекта прошли тестирование по пройденному учебному материалу. И в сельской школе, и в городской педагоги отметили для себя, что нужно в дальнейшем организовывать дополнительные стимулирующие часы для овладения русским языком. Эти и другие пожелания учителей, которые работают с детьми Рома в проекте, будут учитываться при разработке нового этапа обучения, который начнется в следующем учебном году и продлится до 2020-го. В проект «Образование Рома. Новый взгляд в будущее» будут включены еще три школы Гомеля, в которых обучается наибольшее количество детей цыганской национальности. В том, что родители Рома также активно включатся в образовательный проект в следующем учебном году, организаторы даже не сомневаются. Сложился не очень хороший стереотип о ромском сообществе, предвзятое отношение, поэтому мы решили как-то стереть этот стереотип, потому что проложить дорогу к обществу, ромского сообщества, чтобы люди могли себя чувствовать адекватно в обществе, чтобы могли наравне с другими людьми общаться, развиваться, учиться. И для этого нужны какие-то первые шаги, какие-то движения. За два года работы проекта 108 детей Рома получили возможность бесплатно посещать подготовительные школьные курсы, стимулирующие занятия по предметам. Для них были организованы внеклассные творческие мероприятия, экскурсии, конкурсы. Более 77 рома прошли курсы социальной, правовой, информационной грамотности. Все эти результаты международного проекта будут проанализированы на конференции уже на национальном уровне. Сейчас участники проекта готовятся и к большому, яркому празднику – фестивалю национальной цыганской культуры «Пой цыганская душа», который пройдет в Гомеле на базе ГЦК 12 мая. Нина Ивановна, Наталья Евгеньевна, за время работы в проекте какими открыли вы для себя представителей Рома? Я бы, наверное, сказала, что это очень необычный мир. Особенно для тех людей, наверное, которые не сталкивались и не были в эпицентре. В этом, кстати говоря, основная загадка, наверное, кроется. Все-таки общество достаточно закрыто, и просто так в него не попасть. И поэтому все, что мы видим, то есть то, что мы в них открываем, оно открывается в том числе и с очень положительной стороны. А часто ведь стереотипы от недопонимания рождаются? В том числе и от недопонимания, конечно. Может быть, я хочу сказать, что все-таки многие, наверное, удивятся, но Рома свойственна стеснительность. И им легче уйти, чем показать какие-то свои умения или мастерство. То есть, допустим, мы знаем прекрасно о том, что цыгане умеют танцевать, умеют петь, но они владеют очень интересными навыками. Это и, например, вот когда мы тоже недавно об этом узнали, не так давно, что, например, блюда, которые они готовят, они очень красиво умеют их украшать. И, кстати говоря, это будет представлено на фестивале цыганской культуры. Который пройдет в Гомеле уже 12 мая. Который пройдет 12 мая, да. Да. Будет также представлено, мастер-класс будет и по чечетке. Можно будет любому участнику, любому человеку, который придет на фестиваль, можно будет научиться этой чечетке. Ну, или попробовать хотя бы. Другими словами, работа интересная, но не такая простая. Ведь тереться в доверие для того, чтобы помогать, для того, чтобы работать вместе, наверное, было не всегда просто. Конечно, это было непросто. Но, говоря о том, что уже этот проект второй, да, с Рома, как говорил Андрей Иванович, да, был проект с пожилыми Рома, когда они присматривались к нам, смотрели, можно ли доверять. Это был период такой становления на тропу доверия, скажем так. Потом вот этот проект, о котором мы сейчас говорим, образование «Новый взгляд в будущее», ведь он тоже не родился на ромном месте. Это была идея в том числе и родителей Рома. То есть это как раз-таки тот отголосок, который помог вам в выборе направления деятельности следующего проекта. Дело в том, что когда мы работали в предыдущем проекте, мы вместе с учреждением Романа Дром постоянно исследовали их потребности и проблемы. И вот основная, самая яркая проблема, которая высветилась, это как раз образование детей Рома. То есть это говорит о том, что семьи, родители хотят, чтобы дети получали образование, чтобы они могли потом учиться дальше, чтобы они могли получить работу какую-то и жить нормальной жизнью, качественной жизнью обычного гражданина страны. Даже сами родители говорят простой фразой «Мы хотим, чтобы дети жили лучше нас». В сюжете говорилось о том, что планируете расширение образовательной сети. А вот интересно, как к вашей инициативности относятся в учреждениях образования? Когда мы начинали этот проект, мы его начинали с двух школ, это седьмая, Гомерская школа и Приборская, конечно, были сомнения у педагогов. Как это будет воспринято? А надо ли? Надо ли вообще тратить силы? Будет ли это востребовано? Да, надо ли тратить силы? Потом это все-таки требовалось создание собственных образовательных программ для того, чтобы обучать детей, потому что они отличаются от... Естественно, они отличаются от школьных программ. Вот. Были сомнения, были какие-то, может быть, и недопонимания, но шаг за шагом мы преодолевали все барьеры. И сейчас вот по отзывам самих педагогов, они очень довольны результатами. То есть сегодня можно говорить о том, что сами школы уже заинтересованы в вашей поддержке социальной? Да, да, да. Не так давно у нас проходил семинар для педагогов, и мы получили несколько уже предложений участия на следующем этапе проекта. Просто уверен, есть что рассказать об инициативе новым гостям в студии. Встречайте координатор от сообщества «Рома» в проекте «Образование Рома. Новый взгляд в будущее» Николай Ануфриев. Николай, рад видеть. Добро пожаловать. Директор учреждения образования «Романодром» Ольга Нечаева. Ольга, подключайтесь к разговору. И участница родительского клуба Зарина Евсеева. Зарина, добро пожаловать. Ольга Николай, как понимаю, вы своего рода проводники в мир «Рома». Давайте вспоминать, как началось ваше знакомство с общественным объединением социального проекта. Началось все в 2000 году, когда мы занимались тем, чем мы сейчас занимаемся, помогаем в ромском сообществе. И у нас брали интервью, у Николая брали интервью о его работе. И через короткий период времени, примерно в 2012 году, Николаю позвонили с Германии. И попросили, сказали, что очень долго искали проводника в ромское сообщество в Белоруссии. И не могли найти. И только благодаря вот тому интервью, которое он давал в газете, они нашли, вышли на Николая. Николай, а вы помните тот звонок? Что делали, как отнеслись к тогда, растеряли, что ответили? Ну, конечно, это для меня было что-то значимое такое. Вообще, сколько времени мы работали, и я всегда просил работу. Я просил, я честно признаюсь, как оно есть, я просил у Господа работы. И я просто стоял, молился в комнате, молился в комнате, прибегает Ольга Ивановна, говорит, отец Николай, тебя к телефону. Я говорю, какой телефон? Что за телефон? И тут предложение. То есть мысли материальные. Вот вы просили, да? Да, и Бог ответил на эту молитву, прямо в этот же день, в эту минуту ответил. И что произошло сама? Что я поднимаю трубку, и мне говорят, вы отец Николай? Я говорю, да, я отец Николай. А что случилось? Говорят, ну вы не смейтесь от нас, мы звоним за Германию. Я говорю, какая Германия? Что за Германия? Вы тогда не представляли масштабов, да? Конечно, мы ничего не представляли. И когда сказали, что работать с Ромом, я говорю, господи, спасибо тебе. Они говорят, вы верующие? Я говорю, да. Все на этом. Ну, я так понимаю, что вот с тех пор началась настоящая публичная жизнь, это и общение на большую аудиторию, и телеинтервью, которых тогда было мало, а сейчас вы частые гости и в телестудиях, и на программах. К этой публичности уже привыкли? В чем сложность? Ну, мы постоянно на публике, всю жизнь, поэтому нету разницы, где ты на телевидении, либо ты в обществе, либо ты в сообществе, ты все равно с людьми, все равно на публике. А что, кстати, главное вот в общении с людьми? Как сделать так, чтобы то, что ты говоришь, действительно было правильно воспринято? Ну, нужно просто понимать того человека или ту аудиторию, с которой ты говоришь. Нужно говорить с ними на их языке. Как отнеслись к вашей новой, а это действительно так, новой общественной жизни, ваши друзья, родные и близкие все ли сразу и достаточно быстро включились в проект? Вы знаете, это было, конечно, что-то такое трагическое, можно сказать, когда они узнали в том, что мы можем работать. И вы знаете, когда я встретился с многими ромами, и мы начали говорить об этой работе, они даже не поверили нам. Вы можете работать. Я говорю, мы 20 лет до этого работали. 20 лет. И было нормально. А здесь вы не верите, что мы можем как бы работать вместе с Ниной Ивановной, также с Наташей и со всей этой командой. Они просто были в шоке. Сейчас для вас это практически родные люди. А вот ваши друзья, коллеги из мира Рома, как они отнеслись к чужакам? Ведь поначалу только так их можно было воспринимать? Я вернусь к тому разговору, к первому вопросу, который вы задали, о том, как мы встретились с социальными проектами. Да, да. Когда позвонили из Германии и предложили, попросили нас помочь, оказать им помощь в ромском сообществе, мы не отказались, но мы тогда не были зарегистрированной организацией, мы работали на волонтерской основе, своими силами, как могли, так и помогали. И нам немцы предложили сотрудничать с социальными проектами, так как у них был уже определенный опыт наработан за многие года. И они уже с ними сотрудничали и предложили, чтобы мы встретились и сотрудничали дальше, вот именно в отношении с ромской диаспорой. То, что у вас было огромное желание работать, двигаться вперед, я уже понял. Об этом позаботился Николай в своих молитвах. А вот как ваши друзья и коллеги к этому отнеслись? Наверняка многие сначала скепически были настроены. Зачем нам эта информация? Зачем нам эти проекты? Мы и так жили неплохо и жить планируем дальше активно по-своему. Ну, просто у нас тоже был определенно наработанный опыт в ромском сообществе. И ромское сообщество немножко отличается от общего общества. Если здесь нам надо сказать и паспортные данные показать, представиться кто-то и что-то, то в ромском сообществе все друг друга знают. Знают, кто ты, откуда, чей ты, как живешь, чем занимаешься. И та практика, которая у нас уже была наработана в ромском сообществе, помогла нам в начале вот сотрудничества со социальными проектами. Люди просто знают Николая, знают нас, просто открыто они доверяют нам, потому что это не первая оказанная была помощь. Зарина, подключайтесь к разговору. Чем был интересен проект для вас? Во-первых, школа была, спасибо Николаю и Нина Ивановна, тоже помогли нам. Это были, безусловно, полезные знания. Да, потому что детки не могли словить ту программу, которая должна была. Они то математику не подтягивают, то русский язык, а тут вот помогли, что и потянули программу, и начали нормально вообще. С одной стороны, забота об успеваемости детей. Кстати, их у вас шесть. Да, да, шесть. Здесь должны быть отдельные аплодисменты. Но ведь с другой стороны, это ведь еще и самообразование. Вы-то, наверное, никогда не думали, что ради знаний собственных сядете снова за учебники? Я, во-первых, сама неграмотная. Я неграмотная. И я не могла с детьми так вот заниматься с этими уроками. Я, как бы, говорила, что не могу заниматься с детьми, я неграмотная, помогите мне. Они вот, как бы, помогают, но не очень. Надо на платной основе, чтобы они вот помогли. А так, в рамках проекта у вас была возможность подтянуть и свои знания? Да, 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 вот именно, что вот они учились, и я с ними так вот. Так, интересно. А что было самым сложным для вас? Какая из тем, может быть, либо из занятий? Слушали, как бы, все доступно, все шло нам. А что говорили, вот такие же, как вы, родители, которые были на курсах, все благодарны проекту? Да, все благодарны проекту, да. Благодарили и Николая, и Инну, тоже благодарили. у Зарины немножко особая ситуация, они с детьми переехали, построили квартиру, и переехали в другой район, и детям было очень тяжело адаптироваться в коллективе, потому что это не первый класс, и они уже учились, и детки чужие, кроме того, они еще и ромские детки. Ну, вот благодаря этому проекту дети научились адаптироваться в коллективе, и когда они вернулись в новую школу, уже после проекта, они чувствовали себя более уверенным, они не боялись подойти к нам учителя, что-то спросить у учителей, они уже находили общий язык с детками, которых даже не знали. То есть, это реально было преодоление проблемы, вот, которая возникла в этой семье. Я так посматривал на реакцию Нины Ивановны, и вижу, вот с какой гордостью где-то вы слушаете. Ведь это лучшая оценка труда? Ну, безусловно. Я, кстати говоря, первый раз ее услышала сейчас на программе. По поводу родительского клуба. Кроме того, что родители имели возможность вот обучиться грамоте, подтянуть тоже свои знания, чтобы помогать детям, с другой стороны, они получали общие такие вот знания по вопросам воспитания детей и сохранения здоровья. Потому что на родительский клуб приходили и доктора, и из МЧС приходили специалисты. Кто у нас еще? Психологи работали. Нам очень понравилась программа, когда приходил доктор к нам и начал рассказывать о детей, как надо лечить их правильно, как вот в эти поликлиники даже, но не знали, как иду в поликлинику, там очереди стоят, непонятно, что делается. Тут и как бы научили по этим, по компьютерам, по этим, по интернету, даже врача вызывать надо. То есть вы теперь можете уже записаться к врачу через интернет? Да, да, через интернет. Будучи неграмотными, Ромы смогли преодолеть вот эту дистанцию и пытались на курсах их научить онлайн. И некоторые Ромы способны уже это делать онлайн, записаться в поликлинику на прием к врачу. Дети не только занимались в школе, для них был предусмотрен специальный блок еще такой культурной программы. Каждая группа, их прошло три, и каждый ребенок, он был в кукольном театре с родителями. Шесть групп, мне подсказывают, да? То есть тут большое количество дел. Три этапа по две группы, то есть всего шесть групп. И каждый ребенок побыл в кукольном театре, он сходил в цирк, он имел возможность в рамках проекта посетить Дворцово-парковый ансамбль и покататься на каруселях. То есть это тоже очень важно для общего развития. Кстати, о культурной программе, в том числе о культурной программе родного Гомеля. Просто не могу не расспросить о предстоящем масштабном мероприятии, фестивале ромской культуры, который пройдет 12 мая в Гомеле в городском центре культуры. Нина Ивановна, в чем концепция мероприятия, чем будет интересен проект и зрителям, и участникам? Ну, мы планируем, что это будет очень яркое и красочное мероприятие. В подготовке его принимают участие и непосредственно учреждение романа Дром и их друзья, и мы, и, конечно же, коллектив ГЦК. Будут и танцы, будут песни, будут яркие костюмы, будет национальная кухня и даже будет угощение национальное, те, кто успеют на него попасть на это. Поскольку это начало, давайте напомним, в 11.00, все верно? Начало в 11 часов, да, рекомендую прийти именно к 11.00 пока все еще будет представлено очень красиво. Будет конкурс блюд, которые женщины из сообщества Рома будут изготавливать своими руками и красиво украшать. Может быть, даже будет конь и, возможно, можно будет даже его и попробовать запрячь. Будет роспись бруй, будет выставка быта цыганского. Ну, в общем, обязательно надо прийти и во всем этом поучаствовать. откровенно. Хочу еще дополнить, что когда мы начинали свою деятельность, вернуться к вашему первому вопросу, мы же не могли предположить, что будем работать с сообществом Рома. И когда нас спрашивают, как вы придумали этот проект, мы говорим, это не мы придумали, это к нам пришли и сообща, вот это мы сделали. И национальность Рома, вот сообщество Рома, мы же все, как бы, мое представление было, я думаю, как и у многих, по двум фильмам. Тавар уходит в небо и цыган, да? А узнать народ можно только общаясь с его представителями. И когда с ними общаешься, ты понимаешь, насколько эти люди хотят, чтобы их сообщество жило лучше. Ты видишь, как они стараются это сделать для своего сообщества, для своих детей. Насколько они яркие, эмоциональные, они колоритные, поющие, танцующие. И по-хорошему одаренные дети. Да, по-хорошему можно позавидовать отношению к старшему поколению, к старикам в этом сообществе. И может быть, даже где-то поучиться. Поэтому, придя на наш фестиваль, да, вы сможете потрогать за руку. Прикоснуться к культуре. Крома, да. Почувствовать вот этот колорит и, да, себя в чечетке или в украшении каком-то, в конкурсе. Почему нужно прийти на фестиваль? Вы знаете, вот у меня соседи рядом живут. И когда я им рассказал об этом фестивале, они все были в шоке. Как? Ромский фестиваль, где вы видели такое? Будет. Я говорю, приходите туда, 12 мая, вот, вы увидите. И они все довольны остались. Я вот практически уверен, что фестиваль будет успешен. Знаете, как минимум, по какой причине? Николай этого очень сильно захочет. Хочу. И все получится. Что ж, уважаемые гости, спасибо за этот интересный и действительно полезный разговор, за положительные эмоции, которые были сегодня весь этот эфир. Ну, а я же напомню, что сегодня на протяжении этих 40 минут мы говорили о Гомельском областном общественном объединении социальное проекта. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова